Уважаемые коллеги, дорогие друзья, приветствую российских и новогвинейских участников Дней Папуа-Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге. Наши страны связывают теплые отношения, которые опираются на давние традиции дружбы и взаимопонимания. В следующем году мы отмечаем 45-ю годовщину дипломатических отношений. Однако ни для кого не секрет, что неформальные российско-новогвинейские связи начались намного раньше, в 1871 году, когда выдающийся ученый и путешественник Николай Николаевич Миклуха Маклай впервые вступил на берег острова. Его труды и исследования стали существенным вкладом в развитие культуры островитян, познакомили их с достижениями и открытиями той эпохи, а нам дали возможность ближе узнать наших папуасских друзей. Сегодня фонд этнокультурного наследия имени Николая Николаевича Миклуха Маклая продолжает дело великого русского исследователя. В порт Морсби в прошлом году был открыт кабинет русского языка на базе Национальной библиотеки. Запущен образовательный проект «Россия-Океания» 19-21 века. Проводятся многочисленные тематические выставки. Наши страны поддерживают регулярный политический диалог. С 2012 года Папуановая Гвинея является постоянным участником ежегодных встреч министра иностранных дел России с высокими представителями островных государств южной части Тихого океана на полях Генеральной ассамблеи ООН. Ключевым событием стал визит премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева в порт Морсби для участия в саммите ОТЭС в ноябре 2018 года. Убеждена, что подписание соглашений об отмене визовых требований, а также меморандума по вопросам торговли и инвестиций, поможет укрепить экономические связи и наладить деловые и туристические обмены между нашими странами. Россия и Папуановая Гвинея, несмотря на географическую отдаленность, обладают большим потенциалом для углубления двустороннего взаимодействия. Российская сторона готова поделиться своим опытом и наработками в области добычи полезных ископаемых, развивать сотрудничество в сферах рыболовства, туризма, науки и образования. Мы заинтересованы в импорте качественного новогвинейского кофе, чая, какао-бобов, кокосового молока и морепродуктов. Эти, а также многие другие проекты будут обсуждаться в рамках предстоящих деловых мероприятий. Желаю всем участникам здоровья, удачи и продуктивной дискуссии. Редактор субтитров А.Семкин